Выполнение программ благоустройства муниципалитетов в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» обсудило в четверг правительство Верхней Волжи. Речь идёт о более чем сотне объектов, призванных сделать жизнь земляков комфортнее и безопаснее. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что от качества городской среды во многом зависит, будут ли наши граждане связывать будущее своей семьи, планы на долгосрочную перспективу со своим городом, посёлком, своим населённым пунктом, отметил Игорь Руденя, открывая заседание. С начала реализации национального проекта в Тверской области с учётом работ текущего года благоустроено уже порядка 650 общественных пространств. Это в том числе и программы по нашим малым историческим городам. Сегодня видим положительную динамику. Планируется до конца сентября завершить все работы в муниципальных образованиях. Очень позитивно воспринимается нашим населением данная работа. В муниципалитетах обустраивают зоны отдыха, велопарковки, проводят озеленение. Мероприятия направлены на повышение безопасности. Создают арт-объекты и фонтаны. В текущем году это 15 километров обустроенных улиц. Свыше полутора тысяч посаженных деревьев. 86 установленных камер видеонаблюдения. Новая брусчатка уложена на площади в 27 с лишним тысяч гектаров. Всего в 2023 году будут обустроены более 100 объектов, в том числе 15 дворов, 60 общественных территорий, 22 детских игровых комплекса и 4 объекта всероссийского конкурса. На текущую дату 82 объекта полностью завершены. Наиболее популярные виды работы это обустройство дорожно-тропедночной сети, площадей, скверов, оборудования детских и спортивных площадок, а также работы по озеленению. К примеру, в Твери благоустроили сквер по улице Хромова, в Вышнем Волочке, набережную Цининского канала, в Кимрах городской парк, в Кашине центральный сквер, в Олихославле парк и музыкальную площадку. Из четырех проектов всероссийского конкурса создания комфортной городской среды два выполнены полностью. Парки в Вышнем Волочке и Удомле. Высокой степени готовности набережные в Кашине и Кимрах. Важным моментом в этой работе губернатор считает участие граждан. Как минимум 25% жителей окрестных территорий должны выбирать объекты. До конца текущего года поставлена задача будет решена вместе с главными муниципальных образованиями, обращаясь к нашим жителям, чтобы они активно принимали участие в голосовании, какие объекты необходимо ремонтировать. Потому что за дворы, конечно, будут все, за придомовые территории, а вот общественные пространства, это очень важно, чтобы жители сами выбирали, что они хотели бы в первую очередь. Напомним, что по количеству победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится с 2019 года, Тверская область занимает третье место в Центральном федеральном округе.